Матери террориста Матери террориста Матери террориста чем они ненавидят евреев когда началась война и поступили первые кадры от самих террористов до нас донеслась весть один из террористов молодой парень в тот же день 7 октября в тоже утро звонит по телефону убитого израильтянина к себе домой к родителям в газу и от счастья ликует и говорит папа ты можешь гордиться мной я сегодня убил евреев у отца было столько радости что он не мог произнести ни слова позвал свою жену и вместе они слушали как хвастается сын как ликует сын и гордиться тем что он убил евреев дорогие друзья в нашей главе нашей главе в айра мы видим нечто что иногда мы просто прочитываем и проходим написано здесь нечто что надо придать значение наши мудрецы говорят именно эти слова они очень важны в этом году что же эти за слова друзья когда ишмаэлю исполнилось 16 лет сара заметила за ним некое поведение он стал над смехаться хотя и цхака назвали и цхак от слова цхак от слова смех наоборот он серьезный человек и про него написаны серьезные вещи пах от и цхак и цхак это у нас связан со страхом он прошел некоторые испытания в жизни которые не дай бог другому человеку вот про ишмаэля написано что он смеется над чем же он смеется наши мудрецы поясняют что у евреев есть три заповеди которые ни в коем случае нельзя нарушать это идолопоклонство это распутничество а также кровопролитие и все это любил делать ишмаэль и он от смехался над заповедями всевышнего что нельзя у евреев делать идолопоклонство что нельзя делать кровопролитие что нельзя распутничать и плутство и цхак же наоборот и цхак над смехался над всеми грехами и наоборот любил заповеди всевышнего поэтому его звали назвали и цхак ишмаэль приходил и над смехался над заповедями и цхак же наоборот над смехался над всеми страстями которыми живет ишмаэль над смехался над всеми грехами которыми живет Ишмаэль. Когда Сара заметила это поведение, она подумала, как это так? В нашем доме Ишмаэль научился так себя вести. Это не от нас, это не от Врама, это не от меня. Ведь мы видим, что Ицхак растет совсем другим человеком. И она сказала, надо изгнать эту Агарь, эту служанку с ее сыном. И на самом деле Авраам слушается по повелению Всевышнего. Он отсылает Агарь с сыном, которому уже 16 лет. И вот они заблудились в пустыне в Бершеве. И написано, что когда у них кончилась вода, мать бросает ребенка и уходит далеко, садится и начинает плакать. На то приходит ангел с небес и говорит ей, пойди подними ребенка, возьми его за руку, ведь у этого ребенка есть будущее. Он будет великим народом. Он будет человек-дикарь, но он будет великим народом. Дорогие друзья, наши мудрецы заостряют внимание на двух словах, которые здесь написаны, которые, может быть, неуместны, но все же они написаны в нашей главе. Пойди подними ребенка и дай ему руку. Когда надо дать руку человеку? Руку человеку протягивают, когда ему нужна помощь. Когда мы, например, хотим немножко мотивировать того человека, который немножко ленивый. Или наоборот, хотим подбодрить, подбодрить немножко человека, который немножко робкий. Немножко расторопить человека, который медлительный. Мы хотим дать руку человеку, которого мы хотим оберечь от какого-то греха, от какой-то опасности. Хотим затормозить его перед тем, как он сделает какое-то плохое дело. Мы даем ему руку, чтобы он не провалился в пропасть. Мы даем руку человеку в те моменты, когда мы хотим поделиться с ним чем-то. И вот мать Ишмаэля бросает его и уходит. На что приходит ангел и говорит дай ему руку, поддержи его. Наши мудрецы спрашивают, ведь это вообще-то очень логично для любой мамы, поведение, чтобы дать руку ребенку. Мы видели, дорогие друзья, 7 октября есть фотография, когда нашли нечто обугленное, нечто обожженное, какой-то круг такой, какой-то непонятное что-то. Сделали снимки, сделали рентген, и они увидели, что человек прижимает к себе ребенка и сожгли их заживо. Два еврея, две еврейские души. Я не знаю, это отец или мать, но держит ребенка внутри себя. И горят они вместе, их сжигают, арабы, их сжигают террористы. До последнего еврей, мать или отец остается со своим ребенком. Нет у нас такого, чтобы бросить кого-то. А здесь мы видим такое понятие, что мать бросает своего ребенка и уходит, чтобы не видеть, как он плачет. Это не по-еврейски, это не по-человечески вообще. Наши мудрецы спрашивают, а когда вообще родитель не хочет дать руку своему ребенку, что это было за поведение у Агарь, что она не дала руку ребенку, наоборот, она ушла от него далеко, на такое расстояние, что стреляет стрела. Это далеко, довольно далеко. чтобы не слышать его, она ушла от него, и там она сидит. Дорогие друзья, наши мудрецы говорят, когда родитель не дает ребенку руку, это значит, что этот родитель не верит в этого ребенка. Это значит, что этот родитель не верит, что у этого ребенка есть вообще какое-то будущее. Этот родитель вообще не думает, что ребенок на что-то способен. Ребенок, который упал на такой уровень, что даже родной папа, родная мама не хотят с ним иметь никакого дела, уходят от него и даже руку ему не дают. Поэтому ангел говорит, поверь, у этого ребенка есть будущее, оно возможно, он будет большим народом. И когда она поверила, она пошла и дала ему руку. Когда мы верим, что есть будущее и не живем одним днем, это нас и отличает свободных людей, евреев, от тех террористов, которые пришли в этот шаббат 7 октября и начали убивать, резать, грабить, насиловать, сжигать, притом ликовать и еще звонить родителям и радовать их этими вестями. Отец, может быть, не на радостях, а может быть, от позора, ничто не смог сказать в телефон. Дорогие друзья, тем более сейчас, во время войны, когда уже вот месяц, как наши дети видят, как происходят военные действия, как идет бомбежка, как постоянно звучит сирена, что постоянно надо прятаться в бомбоубежищах, давайте им протянем нашу руку и никогда не будем отрывать ее от наших детей, покажем им, насколько они важны для нас, чтобы им лучше справиться со всем трепетом, с тревогами, которые у них есть, со страхами, когда маленький ребенок приходит к папе и говорит, почему с нами ведут войну, когда маленькая девочка приходит к папе и спрашивает, папа, а сегодня тоже война или она уже кончилась, дорогие друзья, именно в это время протянем руку нашим детям, которые также на фронте, это дети нашего народа, которые ложат свои головы за нашу свободу, за свободу всего мира. Друзья, желаю нам всем счастья и здоровья, хороших новостей и мирного неба. Шаббат шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok